Всем привет, это канал JoyWire и с вами Джо. После событий прошлого эпизода наших солдат немного потрепало. Повесим Джону улучшение для оружия, теперь его первая перезарядка в бою не будет расходовать действия. У нас тут на карте как раз рейд за материалами. Звучит как выгодная вылазка. Безусловно, еще один боец на задании это огромный плюс. Особых изменений в команду вносить не будем, перекинем лишь аптечку на Джона и отправимся в путь. Продолжение следует... Операция Драконий потомок. На этой карте нам необходимо собрать контейнеры с материалами и уничтожить всех противников. Это очередной заброшенный город, в котором нам будут мешать странники. Первым делом отправим Драгунову на второй этаж, чтобы она с возвышенности могла оценить окружающую территорию. Я должен двигаться быстро. Продолжение следует... Первый ход противника не раскрыл никаких угроз. Продолжаем движение. Елена замечает со второго этажа патруль противника и нескольких странников. Интересно, как они будут взаимодействовать между собой. Похоже на то, что странники и Адвент не очень-то дружат. И это может сыграть нам на руку. Продолжение следует... Джо заходит с фланга, но, к сожалению, промахивается. Лайт прикрывает товарища, начинает стрельбу с критического попадания. Минус один. Мок своим передвижением провоцирует еще один пак странников начать движение в нашем направлении. Вероятность попадания достаточно низкая, поэтому бойцы остаются в наблюдении. О, черт, нам только избранного тут не хватало. Но она все так же слабака взрывом, так что у меня есть план на этот счет. А и я думаю, что моя работа никогда не будет сделана. Трансих университ. Продолжение следует... Продолжение следует... Грасти Santa. О, черт! Ап, рух. К сожалению, наблюдение не срабатывает, но становится немного легче от того, что солдаты адвента сконцентрировали свои силы на странниках, а не на наших бойцах. Бойцы методично отстреливают странников, а МОК с тем временем с помощью крюка забирается на балкон, откуда замечает еще один отряд противников. Одним точным движением Протал МОКС затягивает жреца адвента на этот балкон, а Елена Драгунова добивает ослабленного противника. Отстреливаться с нашей позиции не очень удобно, поэтому Лайт принимает решение забросить противникам светошумовую. Лайт Драгунов Драгунов Мы не смогли опередить противника в захвате контейнеров с материалами, но это сейчас не самое главное. Главное выжить в этой кровавой бойне. Драгунов 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 Прибегнем к нашей стратегии против избранной. Елена спускается на первый этаж, откуда может подкинуть под ноги противнику Клеймор. А этот Клеймор с помощью осколочной гранаты взорвет Саше. Как я и подозревал, такого буста по урону достаточно, чтобы избранная отказалась от своей глупой идеи воевать с нами дальше. Избранная ушла, но бойцы все так же зажаты в плотное кольцо из ста. Нам очень на руку то, что чистильщик и вайпер больше заинтересованы странниками, чем битвой с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Лайт и Другунова получают поплюшки от странников, но остаются живы. Мокс умудряется закинуть мощную осколочную, которая убирает с поля боя вайпера и одного странника. Джон раскидывает набежавших избранных и передает ход своим товарищам. И еще несколько убийств в копилку Лайта. Саша уничтожает укрытие чистильщика Адвента осколочной гранатой. Тем временем противники забирают еще пару ящиков с припасами. Чистильщик принимает очень странное решение, тем самым навлекает на себя гнев огромной толпы странников. Елена Другунова занимает отличную позицию с фланга, с которой сможет убить несколько странников и напоследок добить чистильщика Адвента. Но это Икском, детка, и шанс в 97% оказывается недостаточным. Моксу приходится прибегнуть к репозиции, откуда он добивает чистильщика. Отвратительная стрельба бойцов в этом раунде подставляет под удар Другунову и Джона. К счастью, все остаются живы. Не всегда все идет так, как было запланировано, и генератор рандомных чисел Икском вносит свои коррективы. К счастью, все бойцы остались живы, а полученные материалы пойдут штабу на пользу. Три ранения — это крайне плохой результат, нет никакого оправдания таким ужасным действиям. Постараемся следующие бои вести аккуратнее и меньше подставляться под удар. Все клинические генераторные генераториальные генераторы будут закреплены tomorrow для угроза. Основные сообщения, что распоряжение службы в результате диссидентной активности, были предназначены как пропаганда радикальной. Тем не менее, у четырех из пяти бойцов повышение. Саша получит амортизирующую прокладку, потому что по другой ветке у нас уже прокачивается Вольфецкий. У Мокса стали доступны очень интересные перки, выбор действительно сложный, но я остановлюсь на перестрелке. Клеймор Драгуновый себя отлично зарекомендовал, поэтому следующая прокачка идет в этом направлении. Джон получает протокол восстановления, так как по пути офенсива уже прокачивается Лайт. У Джона и Мокса наладилась взаимосвязь солдат, с которой у них появится преимущество на поле боя. С заработанных средств купим улучшения для оружия. Пока нам хватает только на покупку магнитной винтовки и магнитного пистолета, я очень хочу посмотреть на то, как Деворс будет отрабатывать с этим револьвером. Я, наверное, могла бы забрать много времени, репаривая системы корабля, если бы мы не знали, как переводить их язык. К сожалению, мы не увидели много лингвистов здесь. Отправляемся на поиски и сразу же узнаем о черном рынке. Эта локация даст нам возможность продавать ненужные и поврежденные предметы, приобретенные на заданиях. Избранная продолжает укреплять свои позиции в регионе, из-за чего доход с этого региона немного упал. Наши друзья в Резистанции платят весной ценой, с их выбранными полосами. Мы должны делать то, что мы сможем, чтобы их укреплять, пока они укрепляют снова. Некоторые наши люди могут быть немного плохими после того, что последняя акция коверная, но если мы дадим им время отдыхать, они будут хорошо. Это где Темплар Факция держит их руководителя. Я председаю, что они могут быть немного экстремными, когда касается Псионикс, но до сих пор, они являются loyalными к нашему. Мы можем рассмотреть в этом месте, чтобы получить дополнительный поддержку от их людей. Мои люди понимают цену нашей кооперации, Командер. Ни Элдеры мы видим как ничего больше, чем материалов для их дизайна. Мы вернемся к нашему силу и превратим их против них. О, Командер, это время мы говорим, не думаешь? Я Геист, leader of the Templar Order. Но я уверенна, что вы уже знали. Слыши мне говорят, что мне часто часто распросятся. Вы можете здесь прийти в любом месте, Командер. Для международных людей, вы имеете правую силу. Вы имеете в виду их силу. Вы слышали их голос. Вы слышите их голос. И, конечно, вы знаете, что они должны fall. На behalf of всех Templars, я хмлинула нам служить их в течение их демиза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и случилось наше знакомство с Орденом Хромовников, но о них немного попозже. Отправим на секретное задание пару бойцов для того, чтобы собрать немного материалов. Отправим Сашу и двух рандомных бойцов, которым еще не были придуманы имена. В большей степени это задание будет полезно Саше, так как он получит плюс 5 к уклонению. И давайте познакомимся с новым бойцом. Это один из зрителей моего канала, он попросился стать именно Хромовником, прокачать его по пути парирования. И вот его история. Его зовут Мурас Алаян по прозвищу Мистик. Он был обычным парнем и занимался своими делами. Но однажды его привлекла таинственная записка, в которой было написано «Иди на темную сторону», «На сторону зла». И это была ловушка. Над ним ставили чудовищные эксперименты. И он не упустил свой шанс при первой же возможности сбежать из этого ада на земле. Его лицо было обезображено. Вены стали фиолетовыми. И с этих самых пор он начал прятать свое лицо. Скрываясь от человеческих глаз в одной из темных аллей, его увидел Гайст, который предложил ему присоединиться к Ордену Хромовников. Терять уже было нечего, поэтому ответом стало согласие. Его обучали лучшие бойцы Хромовников. Ему выдали броню и маску, с которой он начал постепенно забывать ужасы перенесенных экспериментов. Гайст отправил этого высококлассного специалиста в штаб XCOM, где Мурас наконец-то смог найти свое место. Крутейшая история! Если у вас есть желание попасть в мой штаб XCOM, в описании к этому видео есть гайд. Следуйте ему, и у вас все получится. Тем временем у нас случается технологический прорыв в строительстве цифровой сети и вы поставим в очередь изучение. Без дальнейших приключений у нас открывается доступ к Черному рынку, с которым мне еще необходимо будет разобраться. Продолжаем устанавливать контакт на восточном побережье США. Бойцы возвращаются с секретного задания, и мы начинаем следующее. Я думаю, новый инженер будет очень полезен, поэтому начинаем работу в этом направлении. Отправим Сашу и колдуна. В прошлом задании были найдены несколько улучшений для оружия. Улучшенный повторитель получит вольфецкий, а Деворс получит лазерный прицел. И у нас открывается центр подготовки, в котором бойцы смогут дальше улучшать взаимосвязь и получать новые способности. Пытаясь наладить контакт в побережье США, приходит задание от Волка. Но заниматься им мы будем с вами в следующем эпизоде моих похождений в мире XCOM. Большое спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Если вы хотите видеть больше подобных видео в своей ленте, то подписывайтесь на канал. С вами был Джо с канала JoyWire. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok